О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Тема эта не дает покоя. Не зря академик Асафьев говорил как-то в музыке Рахманинова осязаема психика встревоженного человечества. Думается снова и снова, как много значит, как много весят порой на весах истории разум, совесть, чувство долга каждого обычного человека. И как все мы, и страны, и люди, зависим друг от друга на этой хрупкой земле. Сегодня мы собрались в студии для того, чтобы обсудить трагическое событие, пятилетие которого скоро будет отмечаться. Речь идет о Чернобыле. Пять лет тому назад взорвался реактор чернобыльской атомной электростанции. Эхо этой аварии до сих пор слышно во всем мире. И сегодня мы хотим обратиться к последствиям этого события, к тому, как мы на него смотрим сегодня. И для этого мы в студию пригласили писателя, драматурга Азад Хаматовича Абдулина. Он много внимания уделяет экологической проблематике, тому, как современная промышленность влияет на окружающую нас среду. С другой стороны, мы пригласили профессора Валерия Алексеевича Чуянова, который является одним из главных участников крупного международного проекта по разработке проблематики, связанной с термоядерной энергией. Это как бы будущее ядерной энергетики. Быть может, до того, как мы начнем наш разговор, нам имело бы смысл обратиться к телевизионному мосту. Я не знаю, вы помните его или нет, когда его показывали много лет тому назад. Как зрители помню. Тогда ваш шеф, академик Евгений Павлович Великов, был ведущим этого международного моста, которые тогда были в Нове, на который была вынесена первоначальная оценка Чернобыльской катастрофы. И вот давайте, может быть, посмотрим, что мы говорили тогда и как мы сегодня, уже на протяжении нескольких лет, можем вернуться к тем оценкам этого события и подумать о том, что мы можем сказать сегодня. Полукруг, образованный пятью советскими и пятью американскими университетскими городами, станет через несколько минут, благодаря согласованной работе трех американских и трех советских спутников, единой гигантской аудитории, расположенной одновременно на трех континентах. Кроме ученых, специалистов, экспертов в области различных технологий, энергетики, медицины, метеорологии, окружающей среды, на эту встречу собираются и студенты, москвичи, ленинградцы, киевляне. Новосибирск и Владивосток в своих аудиториях собрали главным образом специалистов в области экологии, охраны окружающей среды и природных источников энергии. С американской стороны главная аудитория была в Сан-Франциско. Кроме того, следили за ходом дискуссий и участвовали в ней с помощью телевизионных, телефонных и радиоканалов университетов в Кемпидже, Колорадо, Южной Каролине, Вашингтоне. Здесь были и конгрессмены, и представители общественности, и журналисты. Итак, мы отправляемся в путь. Десять аудиторий в десяти городах, отдаленных друг от друга на тысячи, десятки тысяч километров, с помощью спутников связи окажутся рядом, на расстоянии протянутой руки. Они собрались вместе, заинтересованные в том, чтобы как можно скорее возникло понимание, как можно скорее было найдено решение волнующих всех проблем. Добро пожаловать, участники, зрители, зрители. И слушатели этого уникального космического моста. У нас на экране сейчас в разном виде появляется наша планета. Удобная для жизни, но в то же время маленькая и уязвимая. Мы видели ее из космоса в последнее время. И мы знаем, что географические масштабы этой планеты таковы, что многое из того, что происходит и в результате естественных явлений, и в результате сегодня уже деятельности человека, охватывает ее всю. Это и радиоактивные осадки от аварий или испытаний ядерного оружия, кислотные дожди и многое другое. Вопросы, которые поставили перед человечеством Чернобыль и Три Майл Айленд, важные, насущные, сложные и трудные. Они важны и неотложны, потому что демонстрируют, что ядерная энергия, если не обращаться с ней осторожно, может поставить под угрозу личную безопасность и здоровье людей. Эти аварии подвели наши два общества к водоразделу в вопросе производства энергии. А теперь мы покажем видеосюжет о Три Майл Айленд. В 4 часа дня 28 марта 1979 года на атомной электростанции Три Майл Айленд в Лизе Гаррисбурга, штат Пенсильвания, прекратили работу несколько водяных насосов на реакторе второго блока. Это было началом самой тяжелой аварии в истории американской промышленной ядерной энергетики. Причиной аварии было сочетание отказов оборудования, ошибок операторов и неудачной конструкции приборов на станции. Уровень охлаждающей воды, окружающей активную зону, упал до опасной отметки. Температура активной зоны возрастала, пока не начало плавиться урановое топливо с выбросом высокорадиоактивных продуктов ядерного распада в прочный корпус реактора. Затем радиация попала и в атмосферу. В течение четырех дней степень и характер опасности были неясны. Губератор Пенсильвании рекомендовал эвакуировать беременных женщин и детей школьного возраста из пятимильной зоны вокруг станции. Власти обсуждали необходимость всеобщей эвакуации. Тысячи галлонов молока были заражены радиоактивными веществами. По мнению экспертов, непосредственное воздействие аварии на здоровье людей было скорее следствием страха и напряжения, чем реального низкого уровня радиационных выбросов. Если и возникнут какие-либо долгосрочные последствия, потребуется несколько десятилетий, чтобы их распознать. В течение 16 месяцев рабочие из-за высокого уровня радиации не могли войти в здание реактора. Предварительные оценки показывают, что дезактивация и очистка АЭС обойдутся примерно в 2 миллиарда долларов. Комиссия Кемини, созданная для расследования аварии, пришла к заключению о необходимости серьезных изменений в структуре атомной промышленности. Авария на Тримайл-Айленд произошла за 7 лет до Чернобыля. И как показано в нашем фильме, это была самая тяжелая авария на атомной электростанции в Соединенных Штатах. Она была вызвана плохой работой и отказами оборудования. Их усугубили ошибки операторов. Мы покажем такую же видеозапись аварии в Чернобыле. Комментировать ее будет академик Легасов Алексеевич. Результат разрушения 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции. Это послеаварийная ситуация. А это уже дорога, ведущая к станции, по которой осуществляется транспорт необходимых средств, обеспечивающих ликвидацию и локализацию последствий аварий. Это действия дозиметрических технических служб, сопровождающих необходимые операции. Это один из элементов заседания штаба в Чернобыле, который принимал решения по конкретным действиям. Фрагменты самих этих действий и снизу, и сверху. Первая часть была направлена на создание защитной подушки под реактором. Вторая связанная с локализацией последствий аварии. Нам, тем специалистам, которые были на месте аварии, которые занимались ликвидацией ее последствий, стало ясно, что иногда, когда мы читали разговоры о возможных военных событиях, об обмене десятками, скажем, ядерных ударов, и о выживаемости какой-то страны после этого обмена, вот нам представляется очевидным, что все эти разговоры никакой почвы под собой не имеют. Не нужно даже думать и бояться ядерной зимы. Нам совершенно ясно, что обмен единичными ядерными ударами, масштаб поражения, который это может принести даже таким мощным государством, экономически развитым, как Советский Союз или Соединенные Штаты Америки, он достаточно ущербен для того, чтобы не говорить ни о каких десятках ударов. Совершенно очевидно, ядерная война в современном, энергонасыщенном мире невозможна. Как с нашей точки зрения, впрочем, и любая другая война. Любое насильственное разрушение современных технологических объектов может привести к катастрофе. Ну и, наконец, третий вывод, который нам кажется очевидным, в процессе ликвидации аварии, в процессе изучения ее последствий, что совершенно необходимо не по политическим соображениям, а по деловым соображениям совместная работа специалистов различных стран. Потому что любое крупное технологическое сооружение сегодня затрагивает и профессиональные, и общие человеческие интересы каждого из нас. Мне хотелось бы вкратце информировать о здоровье детей и беременных женщин, которые находились в 30-километровой зоне. Сразу же с первых дней Министерство здравоохранения организовало всех медицинских работников, включая и сотрудников нашего центра, всех педиатров. И дети буквально в первые же дни были обследованы по многим параметрам. В основном не было отклонений от физиологических норм. Что же касается беременных женщин, то такие же результаты мы и получили, и обследуя беременных женщин. Я должна сказать, что из 2000 беременных женщин уже 400 женщин родили. И также я с удовольствием говорю о том, что все дети и беременные женщины чувствуют себя хорошо. Но мы отдаем себе отчет и очень хорошо понимаем, что все-таки те дети, которые находились во время аварии в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, безусловно, они должны быть под особым контролем. Некоторые ученые считают, что степень риска раковых заболеваний при облучении всего тела в 10 раз выше названных вами цифр. Поэтому и ожидаемое количество раковых заболеваний будет в 10 раз больше ваших оценок. Вопрос к академикам Израэлю или Ильину. Прежде всего, я хочу поддержать точку зрения наших советских коллег. Мы не стремимся категорично увязывать дозу облучения с конкретным риском. Я бы хотел, чтобы на вопрос о медицинских последствиях ответил академик Ильин Леонид Андреевич. Он у нас находится в аудитории. Пожалуйста, Леонид Андреевич. Я должен сказать, что по вопросам оценки возможных отдаленных последствий воздействия радиоактивных выбросов в результате аварии на Червонской станции было осуществлено очень много самых разнообразных теоретических оценок. Мы, естественно, воспользовались подобного рода подходами и с учетом накопленного опыта оценки рационной обстановки широкомасштабных натурных измерений в рамках дозиметрической и радиометрической информации получили данные, позволяющие утверждать, что теоретически возможные случаи злокачественных опухолей будут находиться в пределах не более 0,5% по отношению к спонтанному уровню злокачественных опухолей. Это принципиально, поскольку мы можем утверждать, что в процессе получения дополнительной информации а такого рода информация нам уже поступает реальные значения будут еще менее существенными. Этот вывод очень важен, поскольку, к сожалению, средства массовой информации на Западе, как правило, ситуацию ажиотируют и не разбираются в существе этого вопроса. Мы хотели бы вам показать еще один момент, связанный с ликвидацией аварии и с последствий Чернобыля. Это вопрос о измерении, о получении данных о радиационной обстановке. На экране самолет, который только что вернулся из радиационной разведки. Вы видите выход специалиста из самолета. Самолет оборудован специальными гондолами для забора проб воздуха, радиоактивного воздуха. Это идет прямой репортаж из Киева. Аэропорт готов. Представьтесь, пожалуйста. Заведующий отделом Института прикладной геофизики Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Вас беспокоит телемост Москва-Сан-Франциско. С какими вы новостями прилетели в Киев? Могу сказать, что на настоящий момент времени радиационная обстановка на территории вокруг АЭС существенно улучшилась. Здесь был выдвинут тезис относительно того, что средства массовой информации, как было сказано, ажитируют публику. В данном случае была ссылка на средства массовой информации Запада. И с другой стороны было указано на то, что весь радиационный вред от этой станции может привести к полупроцентному увеличению фона раковых заболеваний. Однако сейчас мы знаем, что требуется эвакуировать десятки, если не сотни тысяч людей из районов, в первую очередь, Белоруссии, а не ближайшего окружения станции. Как раз ближайшее окружение станции оказалось, как ни парадоксально, в лучшем ситуации. И, во-вторых, после этого было обнаружено, что главную опасность представляют пятнистые заражения местности, локализованные выпадения осадков, которые до сих пор представляют наибольшую радиационную опасность. Потом в дело входит, в первую очередь, биологический механизм переноса и концентрации этой активности, которые заставляют коренным образом изменить все оценки, которые были тогда даны целым рядом врачей и радиологов. И вот здесь мы сталкиваемся с очень серьезным делом. За год до взрыва неподалеку от станции посадили молодые деревца, обыкновенные елочки. За три года они подросли и стали походить на заморские пальмы. Это мутанты. Лес чудес окрестили поляну любителей черного юмора. На землю рождающую мутантов возвращаются потихоньку люди, прежние хозяева. Вашенька Захар Александрович. С какого года-то? С 12-го. Воевали, да? А я уже воеваюсь. Пять лет. Когда страшнее? Когда мина разрывается или когда атомка? Атомка, да хуже. Все хуже? Кто стал жив, хотя пришел в свой дом, до них тоже не трогать. У дом не пускают. А то ешь, а то нельзя ести. А что же у меня? Это самое хорошее вот это. Это зараза, правильно. Да, только людей. Вот наш, Чорнобильский район, да занял Белоруссию. Белоруссию, Гомель, область. Вот такие деревни богатые, да хорошие земли. У нас в 88-м году, во второй половине года, значит, больше стало обструктивных бронхитов. И бронхиты эти, что раньше мы справлялись с ними сами, мы не смогли с ними справляться. Мы направляли их в Могилев, в реанимацию таких детей. Люди в один голос заявляют, что такого раньше не было, что я не могу, меня хватает на полдня только. Да я же здоровая, я никогда не болел ничем. До полдня я работоспособна, и после обеда я не могу работать. Говорит, какие-то пошатывания, головная боль, слабость. Бровами мы топим этими радиоактивными, спечки, спечек в золу высыпаем куда хотим. На огород. На огород даже высыпаем. Я высыпаю на огород. А если к спечке поднесли прибор, значит прибор зашкаливает. Зашкаливает прибор. Значит, сидим на атомном реакторе на этом самом, как в черном уголе. Мне хотелось бы знать Вашу точку зрения на это все. Сергей Петрович, меня всегда поражает укрывательство, сокрытие, тайны и уменьшение вот эти самые последствия каких-то экологических бедствий. Приведу один пример, касаясь экологического бедствия, что произошло в Уфе. Отравление и медленное убивание уфимцев диоксином, самым страшным, может быть, дядом, изобретенным человеком продолжалось 30 лет. Диоксиновое отравление уфимцев знали и министр химпрома СССР Ольшанский, и городские, республиканские, советские, партийные руководители и прилагали все усилия, чтобы скрыть правдивую экологическую информацию. Кондрусев, он же главный государственный санитарный врач СССР, например, разрешил без боязни пить, уфимцам пить воду из крана, если содержание диоксина в этой воде не превышает 700 тысяч раз того предела, что установлено законом Виталии после экологической катастрофы в городке Севиза. Документ, я могу привести, чтобы голословно не было, документ номер 4630, дробь 88. Вот, ну вот, пожалуйста, тогда мы можем спросить за ответственность такого утверждения. Причем парадокс тем в том, что тут заложниками являются же наши же и граждане. Я спрашиваю себя, где же корни той безответственности лжи и зла в отношении природы? И самих себя? Ну хорошо, взрослый знает, что такое радиация. Я хорошо, он знает, он может ее бояться, он может ее не... Дети это не знают. Я прихожу в отделение, в приемный покой, я говорю, что случилось? Тут лежит, там лежит, в зоне, я думаю, может, что-нибудь отравление какое-то массовое. А я говорю, да нет, это дети в обморок упали. Я 20 лет работы никогда такого не было, чтобы дети трое сразу упали в обморок. Ну, бывают слабые детки, бывает всякое. Но такое, что вот трое детей в обморок, сразу один как солдатики, стоит и падает. Один стоит и падает. Ну что это такое? Это не радиация. Это же не радиофобия, что они говорят. Все наши ученые, а радиофобия. Ну вот, приходит детенок со школы домой и заявляет, мам, я слепая. Я говорю, как же ты слепая, если год тому назад у тебя было хорошее зрение. Хорошее зрение. Каждый год их обследуют, этих детей. И вот от апреля до апреля. Я говорю, ну как же ты слепая. Собралась, пришла на работу. Собралась с работы, пошла в школу. Вы знаете, даже не стали, почти не стали разговаривать. Покуда добилась я там толку, но этих медиков, ягда, к кому-то, к кому-то детенок совсем ошлеп. На 70% зрения потерялось у детенка. Экологические катастрофы начались от того, что до сих пор игнорировалось права природы. Нет такого права. Классическая буржуазная философия, так и классическая социалистическая философия не признавали права природы. Они считали, и до сих пор считается, если за природой и ее существами не признаются права, то от этого еще не отнимаются права и свобода человека и будущего поколения. Это очень хороший проект. Если посмотреть на то, как чернобыльцы и уфимцы потеряли свои права свободно, без боязни, без тяжелых последствий пользоваться своей землей, а уфимцы своей водой, то это говорит о том, речь идет уже не о будущем, а о нынешнем поколении. Вот это очень важный тезис. Мне очень кажется правильным, что вы его подняли, потому что действительно речь идет о том, что права природы – это и есть права нас самих, отраженные через природу. Мы же есть часть природы, никуда не денешься. Каждые реки, у каждого леса должны быть такие же права, как у человека. Я хочу коснуться в связи с этим и второго аспекта. В государстве много таких дел, которых надо выполнять четко и профессионально, но и в которых, как выясняется скоро, требуется еще простая порядочность, самостоятельность в суждениях и устойчивая гуманистическая мораль. Высоконравственная и совестливые люди на грязные дела не пойдут, рано или поздно откажутся, скорее всего, их уберут. Освобождая места, кресла, высокие должности, людям с невысокой совестью, изначально послушным, грубыми инстинктами, жестоким, готовым, в конце концов, идти на нарушение всяких нравственных законов. Даже не только нравственных, просто законов. Да. Потому что они зависимы от государства. И теперь еще один момент. Истина такова, что сегодня теоретические, практические усилия для решения экологической проблемой таковы, что они превышают все усилия человечества по решению проблем, которые поставила перед ним история. Время оставлено, резерв времени минимальный. Советские и американские ученые пришли к мнению, что не может быть места политики в вопросах использования энергии атома. Существование и использование высоких технологий не оставляют никакого сомнения в этом вопросе. Они требуют сотрудничества. Происходящее несколько напоминало известную программу Филадонахью, когда советские и американские ученые, находясь в десяти разных городах, встретились лицом к лицу для обсуждения важнейших вопросов современной науки. Мы увидели наиболее известных экспертов советской и американской страны, которые обсуждали будущее важнейших вопросов современной науки. А это очень важно. Эта конференция объединила ученых пяти советских и пяти американских городов, которые через спутники обсудили вопросы безопасности ядерной энергетики. Сейчас ученые при помощи современной техники могут обсуждать важные научные вопросы, находясь в своих городах и даже в своих лабораториях. Я считаю, что наш телемост был очень ободряющим событием. Ученые многих специальностей приняли в нем участие. Разнообразные выступления участников, как с советской, так и с американской страны, показали, что совпадение наших интересов гораздо сильнее, чем возможные причины конфликта. А теперь я хотел бы поблагодарить всех моих коллег за участие в проведении этого телемоста. Теперь слово академику Велихову. Есть конкретное предложение. Давайте вместе построим термоэдный реактор. Это предложение находится на столе. Оно обсуждалось в Женеве. Есть общее мнение о том, что это целесообразно вместе с нашими европейскими коллегами, японскими коллегами. Вопрос теперь за американским правительством, за американским общественным мнением. Если оно готово к такой кооперации, то я думаю, что одним из прекрасных, конкретных проявлений нашего сотрудничества среди многих других очень важных, таких как совместная работа над безопасными атомными реакторами и многих других, должно быть сделан конкретный шаг. Давайте приступим к созданию реактора. И я призываю вас всех к тому, чтобы мы продолжили и наши мосты, а самое главное, приложили наши творческие возможности к тому, чтобы найти конкретные, прямые шаги, к тому, чтобы сделать мир более безопасным и более счастливым. Спасибо. С тех пор прошло пять лет, и вот после этого мы получили возможность недавно в Институте атомной энергии с рядом международных экспертов обсудить возможности будущей термоядной энергетики. и поэтому мне очень важно, что сегодня здесь с нами Варелий Алексеевич Чуянов, один из директоров этой программы, принимает участие в нашей беседе. Что вы думаете по этому поводу? Сергей Петрович, прежде чем говорить о теме, которая меня лично интересует, я бы хотел немножко вернуться назад. Вы сотрудник того института, в котором создавалась ядерная энергетика нашей страны. В котором создавалось ядерное оружие, ядерная энергетика. И вот тот телемост, который мы только что с вами видели, конечно, заставляет так мысленно вернуться назад и подумать о том, что произошло. Чернобыльское событие, и не надо его сравнивать, которое было сравнено с Туримой Айленд, они принципиально различны эти события. Я думаю, что проблема была не в том, что люди не думали о безопасности. Люди, которые проектировали станцию, люди, которые создавали атомную энергетику, конечно, думали об этом и потратили большие усилия на разработку систем безопасности. Но дело в том, что, видимо, Чернобыль заставил нас пересмотреть весь подход. Мы сегодня, как люди, занимающиеся атомной энергетикой, переживаем и моральные проблемы внутренние, и финансовые проблемы, экономические проблемы, потому что общество сегодня неуверено в том, что нужна ли ему наша работа. Мы, наверное, сами в этом в большей мере виноваты, потому что я помню себя студентом, пришедшим в эту науку, и мы думали, что то, что мы делаем, абсолютно необходимо, без этого жить невозможно. и мы тоже думали, что обществу нужна энергетика любой ценой. И мы должны сегодня пересмотреть, мы уже пересмотрели на самом деле наши подходы в этой области в очень большой мере. Обществу нужна энергетика, общество, нужно благосостояние, но мы сегодня уверены не любой ценой. Мы уверены, что общество будет платить лишь, оно примет нас только в том случае, если мы сохраним этот мир, если мы сумеем дать ему лучшие условия существования, а не худшие. Вот поэтому мы, например, сегодня думаем о принципиально других возможностях решения. Я не хочу сказать, что атомная энергетика себя исчерпала. Я уверен, что сейчас во всем мире будет волна возрождения атомной энергетики, и по-видимому проблемы ближайших 20-30 лет трудно будет решить без нее. В нашей стране фантастически богатый топливом, это, наверное, возможно, но в мире ситуация будет развиваться все-таки в пользу атомной энергетики, об этом говорят очень многие сегодня ведущие ученые и промышленники в мире. Я думаю, что вы правы. Но что будет дальше? И дальше мы думаем, что мы должны искать такие источники энергии, которые внутренне безопасны, которые, в отличие от атомной энергетики, не несут всей этой страшной радиоактивности, или, по крайней мере, не несут ее неизбежности. Геннад, ты первый, я шестой, Саша второй. Переходим на рабочий режим. Кабиня 50, паспорта 200. Да, я вас поднимаю. Саша, пропусти меня вперед, Саша! Саша! Пресса хранила молчание, как будто не было уроков 86-го. Вы понимаете, у нас ученые, даже там, когда мы были в Чернобыле, ученые исследовали лазерем, значит, ну, вели свою работу. И вот этот лазер вы видели в Киеве. И утром, чуть я там приехал в 7 утра или там в полседьмого, уже звонит мне, что там у тебя творится, вроде излучает этот саркофав. Я говорю, я рядом не чувствую, сижу, если вы в Киеве там за сколько там, 200 с лишним верст чувствуете, а у нас нет. Это слухи, они распространяются ведь черт его знает как быстро, которые не имеют под собой основания. Позволим не согласиться с Геннадием Дмитриевичем. Слухи заполняют пространство свободное от информации, это общеизвестно. До сих пор специалисты не сочли нужным доступно и понятно рассказать, что же представляет собой саркофаг с проектной, конструкторской, технологической точек зрения. До сих пор немало людей представляют его в виде гигантского кургана или бетонной глыбы. Между тем саркофаг сложное инженерное сооружение и в этом надеемся вам поможет убедиться специально изготовленный макет. саркофаг Спасибо. 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 Слабеет не только народ, слабеет и государство. Определенно, совершенно. Да. Государство это делает. И государственный разум слабеет. Да. Слабеет оба в этом трагичной ситуации. К сожалению, это то, что мы сейчас наблюдаем. По существу в течение многих лет в нашем государстве преследовался интеллект. Давайте вещи называть своими именами. Мы инженера не считали за человека, а потом удивлялись, что у нас получился Чернобыль. Вот вам прямой результат этой политики, когда инженеры тратили свое время в овощных базах. Когда люди, грубо говоря, не занимались своим делом. Когда общественного признания творческий труд инженера, предпринимателя, организатора ни во что не ставился. И до сих пор по существу у нас такая ситуация, что многие предпочитают или уходить, сказать, на сторону, уходить в себя или уходить из страны. Это сигналы кризиса, который мы еще не пережили. Мы его сейчас осознали. Мы о нем можем говорить. И здесь в этом смысле мне всегда казалось, что Чернобыль подобен греческой трагедии, где была некая предопределенность этого дела. Мы шли к такой трагедии с какой-то, я бы сказал, почти обреченностью. Мы не могли сказать, какой она будет. Но она оказалась именно такой. Мы, начав с Чернобыля, фактически вынуждены были охватить все стороны нашей жизни. А вы были правы, когда сказали, что это событие, которое выходило за рамки аварии на ядерной электростанции. Но, во всяком случае, сегодня у нас состоялся этот разговор, нелегкий разговор. Но, мне кажется, такой разговор должен был быть. Я очень благодарен как Валерию Алексеевичу Шуянову. Я хотел бы пожелать успеха в их деятельности. Так и особенно вам. Нам очень важно слышать таких людей, которые на своем уровне, я бы сказал, таких моральных индикаторов состояния нашего сознания, должны находить слова и способы, чтобы эти отношения выразить. Валерию Алексеевича Шуянову Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!